Если вы забыли пароль и отчаялись, потому что у вас нет флешки или навыков для восстановления, не беда. В этом ролике я как раз покажу простейший способ для восстановления забытого пароля, чтобы вернуть доступ к учетной записи. Перед началом хочу уточнить, у вас должна быть Windows 11 или Windows 10. Все файлы сохранятся и на все действия уйдет около 5 минут. А также вы должны выполнять действия досконально, как это делал я. Давайте не будем тянуть и сразу же перейдем к восстановлению пароля. Переходим на экран блокировки, так как по сути дальше мы пройти и не можем. Нажимаем на иконку выключения устройства, затем с зажатой клавишей shift нажимаем перезагрузка. У нас появляется текст подождите и в течение минуты мы попадаем в режим восстановления. Если вы не можете попасть в восстановление, попробуйте способ, который сработает у всех. Включите ваш ноутбук или ПК, дойдите до логотипа системы и зажмите кнопку включения, чтобы сделать аварийное выключение. Повторите это действие три раза и у вас на четвертом запуске будет логотип системы и та же надпись подождите. У нас загрузилось восстановление, нажимаем на поиски устранения неисправностей, далее жмем дополнительные параметры и открываем командную строку. В ней мы пишем regedit. Теперь будьте внимательны и аккуратны, действия элементарные, но очень легко допустить ошибку. Переходим в папку hk-local-machine, нажимаем на вкладку файл, выбираем пункт загрузить куст, далее переходим в системный раздел, выбираем папку windows, потом выбираем system32, далее открываем папку config и открываем файл system. Называем раздел как хотим, это ни на что не повлияет и ничего не изменит. Переходим в папку которую мы создали, открываем папку setup, жмем два раза на cmdline и прописываем в этом параметре cmd.exe. А в setup type меняем значение с нуля на двойку, далее жмем левой кнопкой мыши по папке которую мы создали минутой ранее, нажимаем на файл и выгрузить куст. Теперь мы абсолютно все закрываем, выключаем наше устройство и включаем. Теперь грузимся в систему как обычно, но вместо экрана блокировки мы видим командную строку. Эта штука нам поможет поменять пароль в учетной записи, для этого делаем следующие действия. Пишем здесь netuser, далее нужно написать имя вашей учетной записи, если в нем больше двух слов, нам нужно взять его в кавычки. Если вы каким-то образом умудрились забыть название вашего пользователя, можете просто написать netuser и вам отобразятся все пользователи в вашей системе. Далее после имени пользователя просто пишем новый пароль, который мы хотим сделать для пользователя. Соответственно вы его далее будете вводить. А теперь жмем enter. После того как вы поменяли пароль, пишем exit и попадаем на экран блокировки. Отвечу на два возможных вопроса. Можно ли узнать пароль не меняя его? Нельзя. Будет ли открываться после этого командная строка? Не будет. Эта командная строка появляется лишь один раз и значения в реестре меняются потом сами обратно. После этого ваша система будет грузиться как обычно и никаких командных строк не будет. На этом у меня все. Поставьте пожалуйста лайки и подпишитесь, если вам мой способ помог. У меня есть телеграм-канал, в котором я публикую новости о Windows, а также посты о своей жизни. И в описании есть полезные ссылки, которые могут пригодиться в процессе восстановления. А также два варианта поддержки меня донатом. Желаю всем удачи и до скорой встречи.